всем привет 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 это добрый вечер ребят пока присоединяются давайте еще раз отвечу на вопросы которые очень часто задают мне и у меня просто нет возможности всем отвечать я не успеваю хотя сегодня вот я полночи наверное про отвечала на какие-то вопросы но не всегда получается мне очень часто добрый вечерок мне очень часто пишут как присоединиться к вам в клуб как оплатить как что сделать ребят я еще раз после этого эфира дам ссылочку все есть топлинки я просто физически не смогу вам показать рассказать как это делается куда за и зайти в топлинке есть вся информация потому что мы уже 9 числа начинаем такой большой длительный марафон у которых нет возможности попасть на какие-то другие марафоны вот но еще ребят конечно же я вас всех очень жду присоединяйтесь пожалуйста на детокс марафон у кого есть такая возможность порадуйте себя побалуйте себя получите новые эмоции новое тело новое сознание это тот марафон который будет у нас проходить в сочи это те те эмоции которые вы все равно не получите когда вы находитесь по ту сторону экрана когда можно в живую пообщаться когда в живую вы проходите практики это это совсем другое все другие состояния я вижу вот который ретрит проводили я слышала отзывы ребят они были просто восхитительные они конечно же все как один сказали что через экран это не то мы все это прекрасно понимаем поэтому делайте себе подарки приезжайте на вот этот марафон это не обязательно для подготовленных то есть там там не войдут у нас множество сухих дней там будет всего один сухий сухой день это для подготовлен там будут практики проработки сознанием там будут практики проработки с физикой там будут гвозди конечно же мои любимые потому что без них никуда и там еще один будет такой момент который пока не буду озвучивать потому что он ко мне не пришел но вы первые узнаете обязательно я вам сниму stories как только это постылка дойдет потому что связи с новогодними праздниками ничего не могу дождаться все отмечают вот и конечно же глубокий будет ретрит он будет в марте скорее всего он будет в абхазии мы сейчас договариваемся по отелю но это будет такой прям совсем совсем такой ретрит который вы после этого ретрита вы уедете абсолютно другим человек вас не будет прошлого вас не будет того кем вы являетесь сейчас если вы готовы на это то конечно же приезжайте если вы готов вы хотите посмотреть а вообще как что как-то прочувствовать еще что-то приезжайте в сочи ну и конечно же марафон в закрытом клубе и кто не может приехать туда в сочи у кого нет возможности либо в абхазию то есть такая возможность пройти достаточно глубокий марафон это так по скайпу который точно также шапки профиля в топлинке там есть все числа так сейчас секундочку ребятки так как самочувствие светочка как новый год отметили новый год отметили хорошо как мы его отметили но у нас все как обычно как-то дети покушали салатиков и конечно же для младшего ребенка было самое такое значимое что для него это фейерверки он у нас вообще такой пиротехник для него это было важно вот а старшему еще даже не приехал его подарок но он знает кто кто дед мороз вот и как у нас работает доставка поэтому ему у него идет стилус для рисования он мне рисует и покажу вам потом его рисунки вот так вот у нас прошел марафон в новый год но я думаю что следующий новый год мы заранее скажем скорее всего следующий новый год мы будем праздновать в кругу единомышленников сделаем такой круг снимем какое-нибудь местечко красивое вместительное и наверное мы там будем отмечать новый год потому что это ой спасибо большое я тут с косичкой только прибежала у нас такой дождь идет такая вся лохматая здорово чтобы что похорошела вот поэтому следующий новый год будем встречать в кругу единомышленников и хочу чтобы дети видели как встречаются новый год без больших застольев без без спиртного как это можно весело провести и хочу чтобы это видели дети хочу чтобы это вы еще раз прочувствовали я еще раз прочувствовал это очень важно ребят и сегодня у нас с вами тема попросили на том на том эфире грибок ногтей то есть у нас как-то идет по поверхности мы пошли до по поверхности себя что такое грибок ногтей но давайте еще раз наверное разберемся что все что снаружи это света ваши дети во сколько ложатся спать ну вообще по-разному мы если у нас нет каких-то если у них нет учебы выходные дни либо праздничные дни то они могут и продепривировать спокойненько сон поэтому чем чем-нибудь заниматься поэтому нет такого ну по-разному про детей особое в эфирах не люблю говорить потому что очень много потом всякое всякого пишут поэтому я лучше про себя так что такое наши поверь что такое кожа что такое волосы что такое ногти это все то что идет на поверхности и что такое ногти почему вот грибок на ногтях это наше с вами не принятие внешнего мира через внутреннего себя грибок ногтей он может быть как на руках так и на ногах это конечно же тоже очень очень индивидуально все но мы сейчас двух словах хотя бы вам с вами поговорим чтобы вы понимали какое-то направление и можно ли вылечить грибок ногтей только психи прорабатывая психику но я вам скажу что по грибку ногтей у меня было всего два случая в жизни в ребят и мы с ними проработали действительно ноготочки отросли и было все замечательно но про всех я конечно же не могу сказать это на стать достаточно индивидуальные случаи и наверное нужно смотреть опять же разговаривать и смотреть чтобы то есть под каждого мы сейчас эфир не сделаем мы можем только раскрыть самые базовые вещи на которые вы можете полагаться уже и посмотреть что вам подходит что вам не подходит то есть ногти это всегда то есть все что касаемо рук это то что мы либо принимаем либо не принимаем если у нас на на ногтях на руках идет какой-либо грибок не любой грибок это именно то что вы не хотите принять для своего внутреннего состояния по своему внутреннему состоянию это могут быть различные ситуации то есть очень часто это это бывает и очень часто между прочим это бывает о девочек когда у нас идут слоятся ногти прям жутко отсловаться причем он может быть достаточно жесткий ноготь но у него постоянно идет вот это вот отслойка что такое это отслойка это именно то что вы все в самой себе не принимаете свою двойственность что такое двойственность двойственность это про то когда мы девочки понимаем что вот в этой ситуации нам нужно быть вот такими вот а в этой ситуации нам нужно быть вот такими и когда у нас идет внутренний конфликт чтобы что я например говорю что вот в этой ситуации вот я хочу быть вот такой а социум показывает мне что нужно быть вот такой вот это и есть двойственное непринятие себя когда мы не можем себя принять именно мы себя не можем принять именно в том состоянии в котором мы находимся мы не можем свой внутренний мир принять и именно поэтому начинаем обижаться на внешний мир что якобы нас внешний мир не принимает такими какой я есть внутри полюби мою душу да и все вот будет замечательно нет это мы себя не можем как минимум раскрыть перед самим собой а как максимум не можем себя принять перед самим собой это только мы мы есть отражение всего чтобы вокруг нас происходит и именно ногти нам говорят о то что мы либо принимаем либо притягиваем либо оттягиваем это именно то что идет в нас по нашей душе все что касаемо грибок ногтей либо какие-то повреждения касаемо ног это говорит о том что мы чувствуем что мы идем не своим путем мы чувствуем что мы живем не своей жизнью, у нас идет чувствование того, что мы не там, где мы должны находиться на данном этапе, чего мы заслуживаем. Бывает такое, что я заслуживаю больше, вот он, посмотрите, что делает, и ему все бонусы и все плюшки от этой жизни, а я вот это делаю, и у меня ничего не получается. Вы зацикливаетесь на результате, либо на процессе, чаще всего на результате, когда вы идете не своим путем. Как только вы идете своим путем, то зацикливания на результате у вас нет, потому что вы уже кайфуете от того, что вы идете, от того, что вы на своей тропинке, и это говорит именно о грибок ногтей. Грибок ногтей – это именно на ногах, это достаточно такая, это карта нашей жизни. Если на руках проще всего воспринимать, то то, что касаемо ног, это именно карта вашей жизни. Это можно посмотреть каждый ноготь, что с ним происходит. То есть, если идет врастание большого ногтя, на большом пальце ногтя, то это нужно смотреть левшавый, либо правша. Это тоже имеет значение, как он у вас враст, с какой стороны, но это всегда конфликт с вашими родителями. Врастание большого ногтя – это либо конфликт, либо непринятие жизненной позиции отца, либо отец вашу не принимать, либо вы его. И точно то же самое – это нехватка внимания, ласки и принятия вас с женской стороны, матери. И это все говорит о врастании ногтя с какой-либо стороны, в зависимости, левша вы, либо правша. Ногти очень много нам говорят, тоже и мизинцы. То есть, вы, наверное, все замечали, многие, давайте не будем, я не люблю это слово «все», сама ругаю за него, сама его употребляю. Многие, наверное, замечали, что мизинчики, они, как правило, деформированы. Деформированы нашей обувью, деформированы какой-то походкой, деформированы еще чем-либо. Но, тем не менее, они становятся либо совсем-совсем маленькие ноготочки, либо какая-то часть тоже бывает, либо вросшая, либо они как-то криво растут, еще что-то. Мизинчики – это мелочи нашей жизни. Мелочи нашей жизни – это самое значимое, что есть в нашей жизни. Такое масло масляное, но, тем не менее, так оно и есть. Если у нас идет именно деформация ногтевой пластины на мизинце, нам нужно четко понимать, какие моменты из нашей жизни мы пытаемся просто либо проигнорировать, либо убрать, уговаривая себя, что это несущественно, что это неважно, что это можно как-то обойти, перепрыгнуть и перестать это рассматривать. Но здесь тоже такой момент важен, что нужно смотреть, если у вас идет какая-то, может быть, профессиональная структура вашей жизни, например, какие-то, не знаю, там, вы танцуете в неудобной обуви, или вы вообще балерина, у которой там все пальчики вообще непонятно как стоят, вообще лишь бы они стояли, да. Это тоже на это нужно обратить внимание, потому что, еще раз повторюсь, то, что я сейчас говорю, это как бы комплексно, это базово, это то, на что нужно обратить внимание. Но проработка каждого, это, конечно же, она поведет проработка каждого индивидуально. И поэтому каждый пальчик, который у нас есть особенно на ноге, он очень много может рассказать о своем владельце, очень много может рассказать о том человеке, который даже сам себя не знает. Именно поэтому его жизненный путь идет в деформации. А почему ваш жизненный путь идет в деформации? Здесь уже нужно будет рассматривать каждый нюанс вашего восприятия мира на сегодняшний день. Вот если в двух словах, то как-то вот так вот. Ребят, если есть вопросы, пишите. А я сейчас быстренько загляну на YouTube, может быть, там какие-то появились у нас вопросы. Так, на YouTube пока нет вопросов. Ребят, задавайте вопросы. Если есть вопросы по теме, если нет вопросов по теме, то можете задать любой вопрос. Я на него отвечу. Если я буду знать, то, конечно же, с удовольствием отвечу. Вот, и сейчас быстренько еще загляну в вопросы, которые в Инстаграме. Так, в Инстаграме еще вопрос появился по числам. Марафон, который в закрытом клубе с 9 января. Детокс-марафон, который будет в Сочи проходить в живом общении с 14 февраля. И глубокий ретрит, не знаю, как его назовем, но он такой достаточно жесткий будет. Да, я уже говорила, что туда мы будем, не со всеми мы туда поедем. Вот, потому что там будет... Ну, вы полностью сменитесь, обнулитесь весь, и будет такое достаточно не всегда приятное познание перед самим собой. Вот, поэтому он такой будет жесткий. Это будет тоже, скорее всего, 14 марта. Это как раз будет на годовщину моей автономии. Так, вопрос. В училище военном учился, и там у многих произошло заражение грибком, плохая обувь, частые строевые повреждения кожи. Да, это тоже имеет место быть, это нужно понимать, но, опять же, в военном училище нужно понимать, что в военном училище не только ваш характер ломается, но и ваша психика ломается, и это очень значимый момент. Завтра у меня чистый сухой день, сегодня весь день фрукты ела и салат. Вопрос, нужно ли каждый раз пить слабительное и утром делать клизмы? Ну, ребят, во-первых, смотрите, что такое слабительное. Смотря на сколько вы заходите на сухие дни. Если вы заходите на сухие дни от 9 дней и выше, то, конечно, лучше тогда свой пищевод, всю вашу пищеварительную систему лучше, конечно, очистить, чтобы она уже, ну, не работала в холостую, не перерабатывала там то, что в вас скопилось. Что такое клизмы? Клизма – это, наверное, помощник уже ближе, когда вы находитесь на самих сухих днях, не перед сухими днями. Клизма, она очень небольшое пространство вычищает, не… то есть она настолько… она больше, наверное, поверхностная, чем внутренняя, поэтому я вообще не считаю нужным, чтобы перед заходом на сухие дни вообще делать клизм. Клизма, она действительно хороша, но она хороша только в тех случаях, когда вы уже находитесь более пяти дней на сухих днях, и если вы чувствуете, это вам очень четко скажет тело. Если вы чувствуете, что вам нужно на этом этапе почистить то, что с вас вышло, то, что копилось, уже опустилось вниз, и вам нужна помощь для вашего организма, то, конечно же, да. Но перед заходом на сухие дни, если вы планируете три-четыре дня, то, наверное, все же лучше заходить с зеленых смузи, и тогда у вас будет естественная очистка, вам будет достаточно комфортно, и не нужно постоянно вымывать это либо магнезией, либо касторкой, либо еще какими-то, может быть, другими народными средствами, или не совсем народными. Вот, поэтому здесь такой вопрос. Смотрите по себе. Если это не длительные сухие дни, не делайте дополнительный стресс для вашего организма. Так, Денис, у меня после училища так и осталось это заболевание. Почти все ногти повреждены грибком. Ну, а где есть информация, что значит каждый палец с точки зрения психосоматики, чтобы попытаться поковырять свои проблемы? Я только из головы могу брать. Я, Денис, у меня получается так, что я говорю только то, что я вижу, что я чувствую, что какая информация мне приходит. Где ее взять, где ее посмотреть, я правда не знаю. Я вам могу только сказать то, что я на сегодняшний день это прочувствовала. Вот, потому что если даже вы какую-то информацию посмотрите, если вы ее увидите, и вы ее прочитаете, осознаете, там, срезонирует она вам, не срезонирует, это уже другой вопрос. И потом вы, к примеру, придете ко мне на консультацию, не факт, что я вам дам такую же информацию, что вы прочитали. Возможно, я вам дам абсолютно другую, абсолютно иную информацию. Это будет та информация, которая мне придет только для вас, не для кого больше. Поэтому, ну вот я как-то так пока живу. Как дальше будет, не знаю. Благодарю, пожалуйста, Олечка. Что такое зеленые смузи? Зеленые смузи – это когда много-много зелени, и какой-то либо фрукт, либо овощ делается в блендере, и добавляется минимальное количество воды, чтобы это было как такой йогурт, как питьевой, достаточно такой густой йогурт. То есть не как пюре, но вот как суп-пюре, что-то вот такое, где очень много зелени, где очень много микроэлементов. Потому что я уже говорила, может быть, здесь, может, в закрытом клубе, не знаю, что в зелени, чтобы вот эти вот микроэлементы, которые наш организм еще не научился доставать, и где-то нам их нужно брать, это, конечно же, клондайк – это зелень. Но чтобы взять вот эти микроэлементы зелени, они находятся в межклеточном пространстве, в таком маленьком-маленьком-маленьком, и чтобы их оттуда достать, нам нужно либо как коровы жевать, жевать, жевать очень тщательно и очень долго прожевывать эту зелень, либо поместить в блендер, который быстренько-быстренько все разорвет, и вся вот эта вот жидкость, которая имеется в зелени, она будет полностью присутствовать в нашем коктейле. Иначе она у нас просто выйдет, как обычная щеточка. Света, офигеть, блин, ты молодежь, спасибо. Запрос на участие в эфире. Ребят, про запрос на участие всегда говорите по каким вопросам, потому что многие нажимают нечаянно эту кнопочку, вот. А если я вас сюда добавлю, то вас отсюда убрать не смогу, пока вы сами не выйдете. А очень часто люди бывают, что там добавились и ходят заниматься своими делами, даже не видя, что они в эфире. Рецепт смузи есть, например. Рецепт смузи, ну, в принципе, в интернете очень много же рецептов смузи. Если вы не в телеграм-канале, зайдите в телеграм-канал. Там ребята замечательные рецепты скидывают, только попросите, они сразу же откликнутся. Телеграм-канал, он точно так же есть либо в топлинке, либо просто наведите школу автономии в телеграм-канал, и вы туда попадете, он абсолютно бесплатный, там много ребят, которые делятся своими наработками, своими опытами, которые касаются не только автономии, но и каких-то физических практик, какие-то методы очищения, сыроедения, веганства. Пожалуйста, там тоже очень много примеров. И рецепт, конечно же, в закрытом клубе, там тоже есть рецепты, я себя ругаю, я никак не могу выложить. Мне Наташа столько всего скинула, всяких рецептов еды сыроедческой, я никак не могу, до клуба у меня руки не доходят, чтобы туда их сделать. Но я обязательно сделаю, обязательно. Возможно, попрошу сына, чтобы он туда подобавлял. Вот. Поэтому очень много рецептов, просто пробуйте. Единственное, я вам могу сказать, что если вы добавляете какую-либо горькую траву, ну это могут быть одуванчики, это может быть какая-то еще трава, которая вам не очень нравится, но вы понимаете, что вот она вам нужна по каким-то причинам. Добавьте туда банан. Банан вообще абсолютно все нейтрализует и делает такой достаточно кремовый, достаточно приятный вкус. Привет, привет, кто присоединился. Вот, ребятки, задавайте еще вопросы. И так, я по грибку ответила. По грибку ответила. Вот. Так, еще вопрос сейчас, секунду. Финики можно еще добавлять для вкуса. Да, финики – это сладость. Только нужно смотреть, ребят, желательно, чтобы фиников на первых стадиях, когда вы только переходите на сыроедение, но малоедение, не на малоедение, на сыроедение, то желательно не более 4 фиников в сутки съедать, потому что очень много сахарозы. Сахароза – это наша поджелудочная железа. Наша поджелудочная железа – это постоянно будет скакать наш гормональный фон. И вот чтобы не было такого, что когда вы заходите на сыроедение, мало того, что вы практически всегда еще пока находитесь в таком полуголодном состоянии, что вообще, в принципе, такой нервозный. И еще если гормоны начнут скакать, то точно ничего хорошего не будет. Поэтому не более 4 фиников. И если вы перешли уже достаточно давно на сыроедение, то желательно не более 2 фиников в день. Вам этого будет вполне достаточно. И какая тема сегодня эфира? Тема сегодня была – грибок ногтей. Я уже основное не буду повторяться, если что, посмотрите эфир. Но если есть какой-то вопрос по грибку ногтей, либо другой, то, пожалуйста, конечно же, с удовольствием отвечу. Светик, что насчет опухолей? Ступня так долго в районе суставов утекла, и уже месяц 2-2,5 так. На сухих боли уходит, и отек уходит на 50%. Смотри, что ступня, да? Во-первых, любая опухоль, она держится на жидкости. То есть у нас любое воспаление, оно базируется на жидкости. Как только мы убираем жидкость из нашего организма, то воспалению незачем держаться. И воспаление уходит, забирая с собой и отечность опухоли. Все на свете. Но если вы еще не можете находиться такое длительное время на сухих днях, чтобы полностью этот отек спал, то если мы говорим про ступню, то сделайте такое. Делайте просто горячий в тазике. Вот как мы ноги парим, бывает, да? Особенно в детстве у меня почему-то часто все домашние ноги парили. Сейчас как-то, видимо, на педикюрсе ходят не особо. Делайте горячий тазик, чтобы ноги терпели. Туда, если тазик небольшой, можете две ножки сделать, можете только ту, которая болеет. Как она называется? Магнезия. Сульфат магнезии. Сульфат магния магнезия. Она очень сильно вытягивает на себя все. Туда высыпаете один, максимум два порошочка. И держите ножку, она распаривается. За счет того, что она распаривается, за счет того, что у нас раскрываются все вот эти вот сосудики, капиллярчики, через них прям вот эта вот соль, английская соль, да, если я не ошибаюсь, эта вот английская соль, она очень хорошо вытягивает всякую вот эту вот каку, которая затрудняет отход жидкости, которая держит вот это вот воспаление. И после того, как вы подержали ножку, потом ее спокойно полотенчиком вытираете, и именно где опухоль, там смазываете йодом. Но йодом часто смазывать нельзя, то есть йод он тоже вытягивает, он подсушивает внутри. Он не кожу подсушивает, он всегда подсушивает внутри, то есть он прожигает внутреннюю часть, внутри стопы он вот это вот все сделает свою работу по прогреву. Ну и никакого носочка там, чтобы там носочки одевать, еще что-то делать, особо вот этого не нужно. Вам будет достаточно. Попробуйте сделать подряд дней пять, и потом посмотрите на результат. После второго дня у вас уже будет такой значительный результат. Если вы будете это делать на сухих днях, то результат, конечно же, будет лучше. Потому что помимо того, что вы уберете ту жидкость, которая находится в вас, помимо того, что ваш организм ее максимально выведет, то есть вы помните, да, что организм выводит ненужную жидкость после 48 часов сухих. До 48 часов он ее максимально держит, про запас никакой. До 48 часов у нас воспаление из нашего организма никакое не уходит. Только после 48 часов. До 48 часов у нас организм чистится, насколько это ему возможно, а потому как наши внутренние органы работают на лайте, ему комфортно, он прочищает то, что он может прочистить. Но таких более глубоких воспалений он пока не может их убрать только после 48 часов. Поэтому если это делать еще и на сухих днях, вот эти вот ванночки для ног, то результат будет значительно лучше. Так, можно со всеедения заходить на сухие дни автономию? Можно со всеедения, только со всеедения не нужно заходить на длительные сухие дни, потому что когда у вас там начнет оставшаяся пища бродить, вам будет достаточно тяжело. Поэтому со всеедения можно, но сделайте так, одно-двое суток. Но двое суток, 48-50 часов было бы здорово. И у вас потихонечку будут отваливаться те продукты, которые идут растить животного происхождения. Вам будет легче. Я заходила и со всеедения тоже на сухие дни. Было по-разному. Было тяжело, было не очень тяжело. Но смотря с чем вы сравниваете. То есть если сравнивать с тем, что я заходила в достаточно болезненном состоянии, то мне было легко. Потому что на фоне того, как я себя чувствовала и как я себя стала чувствовать, конечно, мне казалось, это просто песня. Но когда я перешла на сыроедение, на малоедение, то даже с малоедения, когда я заходила на сухие дни, то я уже чувствовала результат только после вторых суток. То есть до вторых суток мне казалось, что состояние у меня ровно такое же. Но это, наверное, тоже все индивидуально. Как почистить дыхательную систему, если часто выходит через кашель, слизь, мокрота? Как ускорить этот процесс? Спасибо. Как ускорить этот процесс? Смотрите, во-первых, занимаетесь кардио. Ненавязчивым кардио. То есть если вес большой, либо какие-то проблемы с ногами, то я не рекомендую бегать, потому что на колене, на коленные суставы такая большая нагрузка идет, это нужно очень аккуратно. Бегуны это знают. Поэтому, что я подразумеваю под кардио, это либо ходьба с разной интенсивностью обязательно, либо мой любимый велосипед, либо йога, еще что-то, любой, абсолютно любой. После того, как вы позанимались, берете, как бы вам показать-то, так вот, давайте покажу. Берете стул, стул, ну вот, я не знаю как, вот он, вот такой вот, да, стул. Вот, стул, ну, обязательно, чтобы был стул, да? Вот. И ставите этот стул вот так вот, то есть он у вас будет, получается, ну, как, вот так вот. Вот стул, вы его ставите вот так вот, и здесь вот еще ножка такая, да? Вы его ставите вот так, сами ложитесь вот так вот, то есть получается вот здесь вот у вас, где спинка стула заканчивается, вот здесь вот у вас ножки, а здесь все тело. И получается, вы как бы ложитесь немножко вниз, и если кто-то есть, еще люди, там, дети, муж, жена, неважно кто-то, он начинает вас похлопывать по спинке, но обязательно похлопывать, вот делайте вот такую вот как бы чашу, чтобы здесь было пространство, то есть хлопать нужно всегда вакуумом, вы никогда не прохлопаете рукой, никогда не будет этого эффекта, только вакуумом, который мы даже бывает, что не чувствуем, оно получается так туда, как бы у нас, вот смотрите, здесь спина, когда мы, здесь мокрота, когда мы просто хлопаем, то она у нас просто вот так дын-дын-дын-дын-дын, и так же и остается, когда мы хлопаем вакуумом, даже если мы не чувствуем, у нас эта мокрота как бы так, 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 и потом она отходит, и уже уходит, поэтому всегда прохлопываем вакуумом, просто вот на, я не знаю, есть еще вот эти вот мячи-то, как они называются, фейтболы, или как правильно называется, у нас тоже дома есть такой мяч, можете на него лечь, чтобы обязательно спинка была, как бы попа немножко была выше, чем голова, и вас кто-нибудь простукивает после кардио, очень хорошо отходит слизь. Игорь Чикин, если в базовые настройки человека входит не есть, для чего тогда человек начал есть? О, Игорь, нам не хватит сейчас эфира, чтобы я это рассказала, он начал есть, начал, ему не хватило эмоций, то есть мы засорились, мы засорились ментально до такой степени, что нам стало не хватать тех эмоций, мы даже, нет, неправильно, не стало не хватать тех эмоций, а смотрите, вот я на сегодняшний день вижу мир и вижу краски не так, как я видела на еде, и мне достаточно сложно это передать. Если я убираю сон, то я живу практически как в аватаре, я вижу абсолютно другие краски, я встречаюсь с абсолютно другими людьми, меня окружают люди из другой плотности, с другим сознанием, и мне становится очень интересно. Я не хочу кушать, то есть я понимаю, что когда я покушала, и вот эти вот эмоции, которые при еде, они настолько нелепы и настолько малы, что мне этого уже не хочется, они для меня неинтересны. Поэтому я не кушаю не потому, что я держусь, не потому, что я такая вот вся, я поняла, что мне не нужна эта еда, мне неинтересно, это мне неинтересно. Поэтому я погружаюсь в другой мир. Выхожу сюда к вам, в этот мир, чтобы рассказать вам, что есть ещё и другое. И когда человек ментально как-то засорился по каким-либо причинам, потому что всегда есть какое-то... Человек не может стоять на месте, он либо туда идёт, либо туда. То есть всё, всё в движении, всегда всё в движении. Если он по каким-то причинам пошёл туда, ему захотелось как-то выйти обратно на те эмоции, которые он видел, на те ощущения. И он начал есть, и он начал есть, и он начал ещё больше затыкать те эмоции, которые здесь, и чтобы хоть как-то принять тот мир, в котором он живёт, чтобы хоть как-то его разнообразить, он продолжает есть. То есть мы, когда убираем еду, что мы начинаем? Когда человек понимает уже, вот у меня... У меня же уже несколько человек вышло на автономию. И действительно другие эмоции. И перед тем, как выйти на эту автономию, идёт глубокое обнуление. Когда ты понимаешь, что... А зачем я вообще живу, если я не могу даже элементарно поесть? Ну, что здесь вообще хорошего? Это я не хочу, это я уже делал. Сюда я не хочу, здесь я уже был. С этим человеком я не хочу разговаривать. Я знаю всё, что он скажет. И вот это вот такое тотальное обнуление, что ты даже не знаешь, чем тебя занять. И ты тогда говоришь, а зачем мне тогда не есть? Пусть я от еды не получаю этих эмоций, но я хоть чем-нибудь займусь. И ты начинаешь либо возвращаться к еде, либо вот этот момент через какую-то даже не силу воли, а через какое-то вот такое вот нелепое обнуление, вот просто в нём сидишь и понимаешь, что либо тебе нужно его тотально пройти, потому что если тебя уже ничего не радует, ну тогда сиди и не радуйся. Вот прямо нужно настолько погрузиться в него. Если ты сможешь в него погрузиться, безусловно, Тиша, убери звук, то ты тогда сможешь выйти, тебя тогда в какой-то момент вытолкнет на другую твою плотность, и ты увидишь, вау, нифига себе. И ты будешь дальше, дальше, дальше идти развиваться, как бы идти, проходить каждую новую улицу и рассматривать, о, здесь вот такое вот, здесь вот это вот, здесь вот это вот, здесь вот это вот. И тебя постоянно будет, о, нифига себе. Но это нужно пройти через это обнуление. И очень часто у многих почему выбрасывает нас на сухих днях, когда мы не хотим есть. Вот не хочется ни еды, ни питья, ну что делать? Ты либо уже по привычке начинаешь есть, потому что ты не знаешь, чем себя занять, тебе неинтересно становится ничего. А искусственно себя чем-то занимает, как говорят, займите себя. Это искусственно, вы наматываете сухие часы, не чувствуя в них кайфа, и поэтому всё равно вас выбрасывают. И здесь такой очень тонкий момент, чтобы остаться именно на сухих дней. Спасибо. Поняла, спасибо, Светик. Про жидкость поняла, про спаление дает. Надо пару дней попробовать на чистом. Да, либо дожди с 9-го, и все вместе заходим. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое за ответ. Скажите, пожалуйста, какую-то травку можно попить для чистки дыхательной системы? Для чистки дыхательной системы эвкалипт и солодка. Но солодка, эвкалипт нужно очень аккуратно, его нельзя ядрёным заваривать, либо у вас вся ваша прочистка с лёгких спустится ниже, и вы, белый друг ваш на несколько дней просто вам обеспечен. Вы будете бояться кашлянуть, да, это действительно так, но по другим причинам. Поэтому травка очень аккуратна. Несколько человек вышел на автономию, ура. Да, ребят, благодарность, до чего доходчиво. Спасибо. Ребят, я уже вам говорила, что выйти на автономию – это не сверхспособности. Вы каждый можете выйти на автономию. Я же не зря тогда заявила, что я могу… Если вы готовы, я могу каждого вывести за 40 дней в автономию. Что вы там будете делать в этом вопрос? Может… Посмотрите, сколько ребят выходило на 40 дней, на 50 дней, на несколько месяцев. Ведь очень много в интернете таких людей, но они там не могут закрепиться, потому что непроработанная вот эта вот психика, и закрепиться там сложно. Ты понимаешь, что ты другой, что ты изменился, а вокруг тебя-то ещё не успело ничего поменяться, ещё не успело состроиться. И вот этот вот очень важный момент. Я же несколько раз заходила на 2 месяца, на 4 месяца, меня всё время выбрасывало. Это действительно выйти несложно. Выйти несложно, но это один из ваших шагов. То есть если вы выходите на автономное состояние, если вы там несколько месяцев не кушаете, и потом вы начали кушать, это не говорит, что вы выпали. Это говорит о том, что у вас есть шанс ещё дальше себя проработать. То есть вы уже голове дали понять, что вы не умрёте, вы как минимум самый большой страх для себя проработали, страх смерти. Это единственный страх, на который всё у нас базируется. Вы себя прорабатываете по новой, а что я сделал не так? Чего мне не хватило? Как я, почему я себя не смог реализовать? Где та зацепка, почему я не смог отпустить тот крючок, чтобы выйти в иное состояние, чтобы закрепиться в новом сознании? И вы себя прорабатываете, и потом опять заходите. Но если вы начнёте себя ругать и говорить, «Всё, меня выбросило, это вообще не существует, всё равно все начинают есть», это неправильно. Вы сами себе ставите рамки и границы. Так не нужно. Вы каждый можете выйти, и неважно, с какого раза. Чем больше вы будете себя не ругать и прорабатывать, тем на более длительные сроки вы начнёте выходить. Это нормально. А за сколько дней и месяцев прорабатывается психика, чтобы закрепиться? У каждого по-разному. Мы же все со своими тараканами. Абсолютно по-разному. Вот смотрите, многие же ребята, они, как, ну вот, вот у меня, я хочу на автономию, вот смотрите, вот у меня ребята, вот девочка, да, она больше 20 лет, наверное, лет 30. Она из гуру была, она и там была, и там была. То есть 30 лет вот в этом вот, в постоянном, вот в этих знаниях, познаниях, в чём-то новом. Но на автономию выйти не смогла. И я ничего ей нового не сказала. Просто она уже настолько была готова, благодаря тем мастерам, благодаря тому своему опыту, что просто я ей какое-то, видимо, какое-то слово сказала, куда-то натолкнула, что-то сделала. И у неё это щёлкнуло, она говорит, да, я поняла. И всё, и ей уже, она говорит, я после этого, я больше не хочу. Это не моя заслуга. И это нет такого, что кто-то один, в этом вот он такой молодец, вот он один, вот это вот здесь. Мы настолько звенья одной цепи, что как только выпадывает одно звено, всё, вся цепочка разваливается. И мы не можем обесценивать друг друга. Именно поэтому я говорю, что нет никакой… Каждый находится на своём месте. Нет вот этого конкуренции. Это глупость. Я вам никогда не… Я вам всегда скажу только то, что я скажу. Я вам никогда не скажу то, что может сказать другой человек. Точно так же, как и другой человек. И вы на каком-то этапе, вы можете слушать меня бесконечно и вот в ноль просто. А кого-то другого послушали, и сразу же раз, и всё. Но это, возможно, будет на тех каких-то Знаниях, которые я до этого говорила, они у вас отложились на подсознании. А может быть, наоборот. И вот мы, если мы перестанем обесценивать друг друга, если мы начнём видеть вот эту вот ценность в каждом из нас, вот эту вот ценность каждого нашего слова, то мы тогда начнём восхищаться ценностью самого себя, что мы это смогли настолько оценить, что есть уже в нас. Потому что таких ценных, я не знаю, сокровищ, как вы, их больше нет. Без вас цепочка не целая, без каждого из вас. Не потому что тот, о, тот молодец, тот гуру, он всех за собой тянет. Нет, это такое же звено. Оно не больше и не меньше. Оно точно так же связывает у каждого свой опыт. А вот тот человек, который сидит, молчит, и всем кажется, что он вообще ничего не делает, он абсолютно такой же ценен, имеет такую же абсолютно ценность, как этот гуру. Потому что только за счёт вот этого вот человека, который сидит и молчит, гуру вот этот вот, который тащит за собой, тащит, он сделал свои выводы, которые готов простым языком переформатирует, донести то, что этот человек промолчал. Он своим молчанием сделал то, что он сделал. И именно поэтому, когда мы с вами начинаем общаться, когда мы с вами начинаем встречаться, когда мы с вами начинаем взаимодействовать, давая свою энергию в том или ином ключе, каждый, кто как может, без оскорблений, без принижений кого-то, без каких-то недооцениваний, мы каждый начинаем брать. Как только мы недооцениваем и принижаем какого-то человека, говоря, неважно какие фразы, в первую очередь мы сразу же принижаем себя. То есть нас цепляет то, что мы не можем высказать, а этот человек смог. Надо порадоваться. Он смог высказать то, что вы впитаете в себя, и в следующий раз вы выдадите больше, намного. И это про вот этот вот постоянный, постоянный циркуляцию, постоянный обмен, который есть в нас, в каждом из нас. И именно поэтому я постоянно вам говорю, что вы каждый ценен. Это не потому что лезь, а потому что это так оно и есть. Меня без вас бы не было. И вы, если бы я что-то там не сказала, куда-то бы не дошли. Поэтому мы очень важны для друга. Света, спасибо тебе. Я после марафона не ем и не хочу ни сладкого, ни варенки. Представляете, 90% в среднем. Так рада у меня получается. Я пойду дальше. Благодарю. Ой, спасибо тебе. Надюшка, это ты что ли? Здорово. Вот уже со всеедением. Всё, просто пришло понимание. Понимание и потихонечку начинается любовь к самому себе, потому что такого больше нет. Вот. Ребят, задавайте вопросы. Да. Задавайте вопросы, предлагайте тему на следующий эфир. И я её раскрою. Спасибо. 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 Так, пока больше нет вопросов. О, у нас уже с вами почти час. Ребят, с вами время незаметно идёт. Если нет вопросов, то я тогда буду закругляться. Жду от вас обязательно в комментариях те, то, что вам было бы интересно, чтобы озвучить. Какие упражнения делать на автономии все, которые захочется. Это то состояние, когда вам тело будет говорить, что вам хочется делать, а что не хочется. Вы, может быть, занимались чем-то одним, и вас это радовало, а потом вы поняли, что вот это вот вы не хотите делать. Просто заниматься есть. Есть или есть? Есть вы поймёте, что еда это искусственное наполнение вашей жизни. Поэтому, когда мы еду заполняем искусственным наполнением каких-то своих действий, искусственно что-то делать руками, искусственно заниматься спортом, когда нам этого не хочется, искусственно начинать с кем-то разговаривать, когда мы не хотим этого делать. Вы всё равно вернётесь к еде, а если это делать от сердца, то тогда у вас идут другие процессы. И даже если вам ничего не хочется, вы говорите, а что мне делать, ну вот мне ничего не хочется. Углубитесь в это, прям ныряйте в это, не хочу ничего делать, вот в эту пустоту, в зябкую пустоту ныряйте. И вы, как только вы нырнёте туда, тотально, она у вас моментально растворится, потому что её нет, не бывает пустоты. Есть ли риск и как их предупредить потери рассудка? Не дай бог на это. Заходите постепенно, прорабатывайте себя. Смотрите, ведь уже, это же открытая информация, что на депривации сна очень многие серьёзные психические заболевания лечатся депривацией сна. Это действительно так, потому что на депривации сна, когда мы убираем сон, у нас вот это вот раздвоение личности, оно чуть-чуть собирается. Если мы добавляем, конечно же, сухие дни, то сухие дни у нас идёт сильная проработка психика, психики. Поэтому, конечно же, потери рассудка, если вы не идёте просто, когда вы чувствуете, что вы уже не можете ни физически, ни психологически находиться на сухих дней, но вы себе поставили планку, идёте к ней, ничего хорошего не будет. Но если вы чувствуете, что вы не хотите кушать, и вы готовы идти дальше, то ваше тело вам скажет спасибо, не сразу. Сначала, конечно, у вас будет сопротивление с самим собой. Как это так, узнать самого себя, зачем это надо? Мне же сказали, кто я есть. Всё, хватит. Купаться можно в бане на автономию? Баня можно, только очень аккуратно, ребят, потому что баня, во-первых, должна быть не более 90 градусов, это максимум. Иначе вы сделаете только для себя очень плохо, и вас выкинет с автономией, никаких больше сухих дней у вас не будет. Ну, не в смысле вообще, но в этот раз выкинет. Заканчивать всегда нужно холодом баню. И если вы будете, либо это колодезная вода должна быть, либо обязательно природные источники. На длительных сухих днях, если мы говорим про баню, то после моря, если окунаетесь в море, в солёную воду, то выбраться не будет. То есть вы пойдёте дальше на сухих днях, и вам будет достаточно легко это сделать. Если мы говорим про обычную воду, которая у нас из-под крана, там либо какая-то неглубокая скважина, то, скорее всего, вы продержитесь ещё день, максимум два, и точно так же вылетите с сухих дней. Чаще всего. Но это нужно смотреть по вам. Поэтому никаких ограничений нет. Чем больше вы себе ставите ограничения, тем тяжелее вам будет идти. Захотели в баню? Попробовали. Если вас выбило, сделали рефлексию, подумали, почему вас выбросило. Из-за воды. Либо очень много там, все сидели с чайком, вам так очень захотелось. Либо вы поняли, что достаточно жаркая была баня, и у вас не вытяжка была, а перегорание на коже вот этого пота. Это тоже очень много значит. То есть все эти моменты отслеживайте, и в следующий раз, если опять же делаете баню, то уже чётко прорабатывайте именно под себя, нужна вам она или нет. Если вы идёте в баню, и если вы хотите в баню, но вы заходите на сухие дни не больше четырёх дней, ну потерпите, не ходите в баню пока. Вот эти четыре дня не ходите в баню. Либо если вы поняли, что вы хотите на последний день попариться, чтобы вышло максимально количество всякой ерунды из вас, то, конечно же, сходите в баню. Но обязательный выход через полынь. Это обязательно. Потому что если вы будете выходить через воду, либо через соки, то у вас будет такой же отёк на клеточном уровне, и многие вещи, от которых вы избавились за эти несколько дней, либо часов сухих дней, они все к вам благополучно вернутся моментально. Поэтому обязательно правильный выход, он очень важен. Ребят, мы с вами уже час. Я буду заканчивать, чтобы сохранить эфир. Я вас благодарю, каждого из вас благодарю, что вы на эфирах, что вы со мной, что вы задаёте вопросы, что вы интересуетесь, что вы на марафонах со мной, на ретриты сейчас уже стали ездить, на детоксах. Мне это очень приятно, мне это крайне важно, правда. И я вас всех очень сильно-сильно обнимаю и с удовольствием огромным рассказываю про ваши успехи. И очень рада, когда вы делитесь своими успехами, своими начинаниями. Благодарю вас всех и обнимаю.